Самый русский инструмент и его самые необычные звучания самарские музыканты заставили балалайку заиграть на разные голоса, а тарф или клавесина не отличить. И объединились в новаторский дуэт с креативным названием «балалайк». Вторая часть слова по-английски. Уже готовы заявить о себе на весь мир в феврале отправиться в Москву на международный фестиваль. На первые репетиции пригласили и нашего корреспондента Татьяну Пудову. Ставить классику с ног на голову для них дело обычное. У Дмитрия Буцакова и Дмитрия Косякова даже попури из классических мелодий звучит непривычно. В их программе самая разная музыка, романсы, танго, кинохиты и, конечно, импровизация. Впервые балалайка попала в руки к Дмитрию Косякову, когда ему исполнилось 8 лет. С любимым инструментом музыкант не расстается. Сейчас вот Камаринская у нас в проекте с Дмитрием на две балалайки. Вот все никак не могла учить ее. Дмитрий Буцаков без лишней скромности говорит, что на балалайке может сыграть абсолютно все. И это чистая правда. Мы играем любую тему. А в это время идет сопровождение минус, то есть звук. И мы начали с того, что мы начали работать стоя, то бишь тоже непросто. Но научились это делать. Сейчас музыканты играют без минуса. Аранжировки пишут сами. То, что исполняет группа балалайк, это не джаз, не эстрада, не фольклор и не классика. Это авторская импровизация. А еще желание, чтобы как можно больше людей полюбили балалайку. Татьяна Пудова, Александр Дмитриев, Новости губернии.